Планеты-гиганты 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 Могучий Юпитер — невообразимо огромная планета, второй по размеру объект в Солнечной системе после самого Солнца. Благодаря своему размеру и мощной гравитации Юпитер является неким щитом для нашей Земли. Он отгоняет или притягивает немалое количество комет, которые могли бы отшлепать нашу планету, и ей бы это точно не понравилось. Уже сейчас человечество делает первые робкие шаги к его изучению, но кто знает, удастся ли нам когда-нибудь проникнуть в его тайны, или газовый гигант навсегда сохранит их в секрете. Космический аппарат Пионер-10 покидает пояс астероидов и подлетает к своей заветной цели Юпитеру на расстояние в 132 тысячи километров от его верхних облаков. На планете нет твердой поверхности, она целиком состоит из газов, что видно на первых фотографиях с аппарата Пионер-10. Более детальные фотографии были сделаны близнецами Voyager 1 и Voyager 2, которые были запущены в 1977 году. Более подробно об этих космических путешественниках мы рассказали в предыдущих выпусках. Voyager смогли изучить не только саму планету, но и некоторые его спутники, которых у планеты целых 95 штук. Субтитры создавал DimaTorzok К слову о размерах самой планеты. Его экваториальный диаметр 143 тысячи 880 километров, то есть внутри планеты поместится 1320 планет Земля. Она настолько огромна, что на ней есть шторм размером с целую планету, которая бушует веками. Если бы Юпитер был немного массивнее, то он смог бы стать звездой, хоть и карликовой. Но, видимо, его не интересует космическая карьерная лестница, и ему вполне себе комфортно быть планетой. После Voyager планету-гигант, которая находится от нас на расстоянии в 670 миллионах километров, посетили еще 6 зондов. В данный момент на его орбите находится зонд Юнона, который летел к Юпитеру почти 5 лет и вышел на орбиту в 2016 году. Зонд продолжает изучать планету и присылать фотографии гиганта. Субтитры создавал DimaTorzok Мы покидаем орбиту Юпитера и направляемся к следующему гиганту, к властелину колец. К Сатурну. Окруженная яркими красивыми кольцами, Сатурн можно назвать жемчужиной Солнечной системы. Необычный внешний вид этого небесного тела издревле привлекает повышенное внимание астрономов. Как и Юпитер, Сатурн легко различим невооруженным взглядом на ночном небе, и даже с помощью недорогого телескопа можно увидеть не только саму планету, но и его кольца. 1979 год. Пионер 11 делает долгожданные первые снимки планеты. Качество изображений оставляет желать лучшего. Но нельзя забывать, что это первые снимки Сатурна, сделанные из космоса. Но спустя через пару лет после Пионера к планете подтянулись и шальные братья-вояджеры. По одному качеству снимков можно заметить, насколько за это время улучшились технологии космической фотосъемки. Сатурн по размерам немного уступает Юпитеру, но в одном ему нет равных. У планеты самый большой гарем из спутников. Их у него 118. В том числе среди них находится спутник с плотной атмосферой и с наличием жидкости. Спутник Титан. Мы обязательно к нему вернемся в следующих выпусках и заглянем за его атмосферу. В 1990 году на орбиту был выведен космический телескоп «Хаббл». И пускай он лишь на 550 километров ближе к Сатурну, чем любой из нас на Земле, но его зеркало диаметром 2,4 метра и ряд установленных на его борту инструментов позволили нам получше рассмотреть планету. И, наконец, в 2004 году на орбиту Сатурна прибыл аппарат «Кассини», который с тех пор подарил нам немало шикарных фотографий кольцевой планеты. Сатурн, как и Юпитер, тоже не имеет твердой поверхности, и в его атмосфере также бушуют ужасающие бури. Одна из них своим видом привлекает особое внимание. На северном полюсе Сатурна есть интересное постоянное образование – гигантский атмосферный вихрь в виде шестиугольника. Он был впервые обнаружен в начале 80-х годов аппаратами «Вояджер». И с тех пор ученые пытаются объяснить данный феномен. Мы машем на прощание Сатурну и отправляемся к его холодному соседу Урану. Совсем малоизученный и потому таинственный Уран – планета, заставляющая ломать голову не одно поколение астрономов. Пока человечество владеет лишь скупыми обрывками информации об этой загадочной планете. Уран относится к ледяным гигантам, и у него есть твердое ядро. Из всех планет-гигантов в нашей системе только Уран выделяет тепла меньше, чем получает от Солнца. Это довольно суровая планета, и температура его атмосферы достигает 224 градуса ниже нуля. У Урана было единственное скромное свидание с космическим аппаратом, им стал «Вояджер-2». Он пролетел мимо Урана в 1986 году на расстоянии 85 тысяч километров. Уран – наименее изученная планета, и оттого она становится еще более загадочной. Быть может, вскоре отправят целенаправленную миссию к планете, и мы сможем лучше рассмотреть и узнать эту планету. Лучшее время для запуска миссии на Уран – 2032 год. Именно тогда космический корабль сможет совершить гравитационные маневры у Юпитера и долететь до места назначения быстрее всего. Урану и его 27 спутникам еще предстоит открыть свои тайны человечеству, а мы обратим свой взор на последнего и не менее загадочного гиганта. Планета Нептун. Видимая звездная величина Нептуна слишком мала, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Нептун был открыт математическим способом. Дело в том, что через некоторое время после открытия Урана в 1781 году астрономы обнаружили, что в своем движении седьмая планета от Солнца отклоняется от своего расчетного положения. Это привело к появлению теории о существовании еще не открытой восьмой планеты, чья гравитация влияет на орбиту Урана. 1989 год. Уже знакомый нам космический аппарат Voyager 2 совершил близкий пролет у Нептуна, предоставив человечеству первое отчетливое изображение восьмой планеты нашей Солнечной системы. Этим событием ознаменовано окончание путешествия зонда к четырем планетам, гигантам Солнечной системы. Это первое сближение также оказалось последним. С тех пор ни один другой космический корабль не посещал Нептун. Невероятно красивая планета, на которой бушуют чудовищные штормы. Со скоростью до 2100 км в час. Планета, окруженная полосами облаков темно-бирюзового цвета и также имеет кольца вокруг себя, но совсем тонкие. Очевидно, что Нептун тоже очень холодная планета, но на одном из его 14 спутников еще холоднее. Спутник Тритон является самым холодным объектом Солнечной системы. Минус 235 градусов. И более того, он является геологически активным, что большая редкость не только для Солнечной системы, но и в принципе для космоса. Феноменально. Нептун является наиболее далекой планетой Солнечной системы, так как Плутон не считается уже планетой. Его орбита проходит на расстоянии примерно в 4,5 миллиардов километрах от Земли. Даже свету требуется около трех часов, чтобы добраться до Нептуна. Неизвестно, когда следующие космические зонды посетят планеты-гиганты, но мы с нетерпением будем ждать и надеяться на новые открытия, которые предоставят нам суровый, но прекрасный космос. Только космос предоставит нам все ответы. КОНЕЦ